Хонда Голдвинг Золотое крыло Знаменитая на весь мир серия туристических мотоциклов марки Хонда За 47 лет существования аппараты семейства Голдвинг прошли эволюцию от классических дорожных мотоциклов до люкс-туреров, получивших культовый статус среди многих любителей мототуризма По всему миру образованы многочисленные клубы любителей и владельцев Голдвинг И несмотря на туристическую концепцию серии, мотоциклы семейства Голдвинг доказали свою универсальность А потому сфера их применения не ограничивается путешествиями Голдвинг разных поколений и лет выпуска частые гости на городских улицах Где владельцы этих машин готовы пожертвовать маневренностью в плотном потоке ради высокого уровня комфорта и престижности В сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать про дебютную модель Хонда GL1000 Голдвинг Которая была представлена и поразила всех в октябре 1974 года на Кёрнском мотор-шоу Субтитры создавал DimaTorzok Для разработки первого Голдвинг была собрана команда дизайнеров и инженеров под руководством Саитира и Ремазири Кто в 60-е годы разработал для Хонда 5- и 6-цилиндровые двигатели гоночных мотоциклов Результатом работы группы стал сверхсекретный прототип М1 Который олицетворял идею быстрого и мощного тяжелого туристического мотоцикла Концептуальный аппарат был оснащен оппозитным 6-цилиндровым двигателем и карданной передачей Черты, которые позже станут визитной карточкой серии Голдвинг Однако после долгих споров, в отличие от 6-цилиндрового прототипа М1 Серийный мотоцикл получил 999-кубовый 4-цилиндровый оппозитный двигатель Выдававший 78 л.с. максимальной мощности и 83 ньютон-метра крутящего момента Который стал самым плавным среди конкурентов Он имел по два клапана на цилиндр, которые регулировались вручную с помощью винта и контргайки А также ременной привод ГРМ Мотор был сблокирован с 5-ступенчатой коробкой передач и установлен в стальной дуплексной раме Сухая масса модели составляла до 265 кг Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok И эти самые немотоциклетные мотоциклы по тем временам сразу же вызвали неподдельный интерес публике, которая тут же окрестила эту модель непревзойденным туристическим шедевром Honda. Многие мотоциклетные издания также высоко оценили новый золотой стандарт, назвав его превосходным примером японской инженерии. Самая большая и тяжелая из когда-либо созданных Honda – это полный отрыв от предыдущих разработок Honda. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Honda GL1000 стал первым мотоциклом компании, которая получила жидкостное охлаждение. В связи с этим инженеры спроектировали его с учетом экстремальных температур и нагрузок двигателя с воздушным охлаждением. Поэтому шестизначные значения одометра на этих мотоциклах вполне обычное дело, особенно в США, с их бесконечными хайвэями, куда в основном модель и поставлялась. Мотоцикл действительно получился супернадежным и удобным. За питание отвечали 4 вакуумных 34-мм карбюратора Kehen. Плюс на мотоцикле появился топливный насос, так как основная часть бака находилась под сидением для лучшей развесовки мотоцикла. Сам же фальшбак открывался на три части. Слева и справа под крышками находились электрика мотоцикла и бачок охлаждающей жидкости, а при открытии центральной части открывался доступ к небольшой нише и, собственно, к горловине бака. Продолжение следует... Подвеска мотоцикла отличалась комфортными настройками и состоялась из скопической вилки с ходом 148 мм, а сзади устанавливался маятник с двумя амортизаторами, ход которых составлял 84 мм. GL1000 мог похвастать отличной тормозной системой, особенно по тем временам. Это два 232-мм тормозных диска с двух поршневыми суппортами спереди и один 250-мм диск сзади. Бак вмещал 19 литров топлива, средний заявленный расход 5,2 литра на 100 км пути. Максимальная скорость, которой был способен развить мотоцикл, составляла 180 км в час. За GL1000 после выхода просили 2900 долларов. Эта модель действительно установила новый туристический стандарт и положила начало династии знаменитых во всем мире мотоциклов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok